всем кто видит смотрит наше интервью всем огромный привет давайте ребята представьтесь чтобы наши зрители могли узнать кто сегодня участвует нашим интервью ok всем привет меня зовут артем я педагог английского языка и по совместительству руководитель собственной школы под названием все в спик всем привет меня зовут виталий я являюсь студентом школы всем спик также мы планируем всей семьей мигрировать канаду поэтому я здесь с вами буду в одном чате проходить весь этот путь первый вопрос собственно что что самое важное на твой взгляд или ну как сказать ну на эту тему можно там задавать сотни вопросов да но объекты ограничиться ну я не знаю самыми важными то я бы сказал что их будет наверно 3 потому что много можно говорить часами рассказывать у меня уже очень много встреч было в скайпе и я очень много времени потратил на это ну как говорится в наш уместиться в ролике в этом я бы хотел сейчас сказать три самые важные вещи вот но об остальном мы попозже поговорим например ну на первое место я бы поставил то что сущной проблемой всех практически процентов всех с кем я общался да и тех которые уже приехали даже сюда то есть в принципе эта проблема всегда остается это английский язык если например там деньги нужно вкладывать ну как бы это предприятие стоит каких-то денег да надо потратиться надо иметь какой-то бюджет нужно там даже билет на самолет его как говорится надо купить за деньги то есть определенные расходы но деньги можно просто одолжить взять да например от примеру английский язык его нельзя вот пойти взять купить можно нанять какого-то специалиста решить любой юридический вопрос но ни в коем случае невозможно английский потянуть то есть это месяцы и ну вот для примера привожу ситуацию как раз и виталик является участником этой ситуации ну примерно я не помню когда там 6 месяцев назад возможно это было 7 не важно один из работодателей начал мы с ним разговаривали вдруг он мне говорит у меня два лима то есть у него есть разрешение привести двух работников свою компанию и он не против то есть пригласить тех кого у кого я хочу у меня например есть там пару ребят которые ждут уже прилично и виталик кого я как говорится кому я хочу помочь в данный момент это номер один вот и ну что получается ломей с английским то есть человек придет в посольство и начнет говорить если вот он двух слов связать не может вообще никак вот я например плохо говорю но я сейчас посольстве по крайней мере роль сыграю то есть я могу со своим плохим английским выйти с положительным результатом у ребят не 50 на 50 а 40 на 60 примерно шансы то есть риск такой а деньги жалко потерять то есть или оттянуть время но каждый отказ это минус в будущей истории то есть сложнее будет потом снова приехать посольство снова проходить интервью и так далее отказ это очень плохо вот поэтому английский остается на первом месте его как бы заранее нужно готовиться заранее нужно вкладывать все усилия в это и что получилось в итоге было два ломей и никто из тех людей кого я знал кто в этот момент ищет работодателя который будет его спонсором не смог воспользоваться в том числе и виталик виталик я правильно говорю да верно сегодня и мы этот вопрос меняем я пошел в школу севспик я сейчас занимаюсь подготавливать именно к экзамену айлс потому что даже если есть база все равно там настолько вопросов много сложных с подвохом и не всегда даже если хорошо знаешь язык можно верно ответить поэтому помимо базы нужно заниматься именно по то потом вы скажем так вот той программе которая либо это ну допустим для работы в канаде это айлс для америке татуев ну много нюансов есть но суть в том что нужно заниматься по тем билетом которые которые будут потом на экзамене да чтобы сдать и получить сертификат сертификат очень важен потому что сертификат плюс конечно же разговор пусть там скромный английский но вот этот сертификат там я не не знаю я плохо в этом разбираюсь но насколько я знаю что 3 4 уровень только 4 уровень с которым можно ну как является сертифицированным на все остальное вроде бы не дается я точно не знаю я знаю одно что минимальный уровень это 4 один иммиграционный консультант как-то озвучил 3 говорит что было бы хотя бы что-то но вот этот сертификат и скромный разговор с работником посольства вот это и в принципе самое важное вот и как я уже говорил я повторюсь одолжить невозможно нужно заранее подготовиться вот виталик например полгода назад столкнулся с этой ситуации теперь он уже готовится то есть как бы негативный опыт потому что ломей тоже не просто его надо ждать на это выходит какое-то время не каждый работодатель хочет с этим сталкиваться но как говорится когда уже есть надо этим воспользоваться вовремя нужно быть готовым к тому моменту когда подойдет время и работодатель вот у меня есть лома и то есть все значит он в этот момент желает увидеть своего работника как бы скажем на работе вот ну и про английский от английского языка зависит ваш заработок ребята от английского языка зависит должность которую будете занимать от английского языка зависит успех любого предприятия любого ну там без языка практически невозможно вот потому что все дружеские отношения все это как бы основывается на общение вот и адаптация к жизни в канаде опять же таки без языка это во много раз сложнее вот ну может быть у вас есть еще какие-то вопросы чтобы мы закончили эту тему языка потому что в принципе я сказал это самое важное но может быть есть какие-то у вас вопросы но тут не то что вопросы это в продолжении как бы темы поскольку я ну вот являюсь типа экспертом с этой стороны вот с этой точки зрения по поводу английского очень много нюансов и чудес не бывает у меня просто бывают многие студенты которые ну занимаясь просто у меня они думают что у них получится как бы все сделать то есть они не делают например домашку но они типа общаются со мной погружаются там в темы самого экзамен то есть нет и чудес не бывает это надо самому очень сильно много впахивать то есть я могу дать материал я могу объяснить как там решаются определенные задания как ну что хотят в общем экзаменаторы от вас как человек потому что все эти экзамены международные они очень друг от друга ну некоторые не сильно отличаются но многие отличаются прям радикально и там надо просто быть готовым к тому что от тебя хотят заранее ну и вот ты уже такой готовый но от самого человека требуется вот отдача то что он должен заниматься этим английским практически каждый день и тогда он его реально выучить тогда он будет ну говорить и это не просто будет говорение ради того чтобы сдать экзамен это будет такое владение английским языком когда ты вот погруженный то есть ты можешь и в чате общаться и видео посмотреть там что-нибудь рассказать про него и по своей теме должен что-то знать ну и плюс говорить с людьми с настоящими что тоже немаловажно потому что этот языковой барьер его преодолеть но многим достаточно трудно некоторым наоборот они начинают рассказывать но в ателье кстати может сам рассказать про этот языковой барьер как самого преодолевал ну я как бы скажу это был просто такой шок я и уже прошло много лет я даже вспоминать не хочу скажу что негативный опыт не жалко нашего видео тратить на мои истории о негатив да это просто шок вот я думаю все да все и так это понятно что объяснять много ситуации много утерянного времени но один пример я приведу когда только я приехал в канаду я пришел в гости как бы там собралась группа верующих меня пригласили так как зале я только приехал ну знали что там пригласили меня покушать за столб как раз были какие-то праздники я сейчас не помню вот одна женщина меня спрашивает пожилая а вы разговариваете на английском как ты так спросил очень разговариваю и вот она сказала вот такую как это сказать такую крылатую фразу она такая очень удивилась ну как же так на вас же будут наживаться это вот ее слова у тебя вот 10 лет я помню эти слова на вас же будут наживаться я просто в шоке но заканчивая тему английского я хочу сказать чтобы мы были как сказать ну объективными до конца я скажу что случаев приезда людей без английского языка довольно много ну может процентов 5 может быть 4 там 3 но 5 я думаю процентов смело да есть но я же приехал но тогда было не так строго это прошло уже много лет не так строго сейчас строго разговаривая с иммиграционным консультантом не так давно может пару недель назад я ей задал этот вопрос что говорю вот ребята уже собрались ехать мы уже как бы вот-вот должны получить компания должна получить ломай и у нас вопрос вот если без английского попробовать как быстро плохим английским просто за ребят плохой английский вот так будем говорить на данный момент нулячий я-то знаю что я говорю про свой плохой но при этом я живу и разговариваю и все понимаю практически и это я недоволен но у ребят плохой уровень то есть этого недостаточно чтобы себя чувствовать более-менее комфортно вот и миграционный консультант говорит даже если произойдет чудо и человек приедет сюда но что толку он не может здесь остаться смысл но отработал контракт и домой ехать домой никто не уезжает все хотят остаться или получить второй контракт или самое главное это для начала получить применен трезидентг мая для этого нужно сдать английский и получить вот этот проходной балл он вроде бы 4 то есть это можно уточнить потому что я просто этим ну ни достаточно образован вот в этой теме но что там 4 уровень для того чтобы подать документы на perm&inst Tur林 безsperman inc trees уехать домой потом снова мучаться с получениями виз и так далее нельзя никуда уехать нет шанса что обратно пустят вот поэтому Заканчивая тему английского, его нужно учить, нужно заниматься. И нужно заниматься, допустим, учителями, школами, на которые у вас есть хорошие рекомендации. То есть кто-то рассказал, как работать, методики и так далее. Но об английском у нас еще будет очень много тем. И на этом канале, я очень надеюсь, Артем, у нас будет контент и, как сказать, бонусный такой для зрителей моего канала. Очень на это надеюсь. Да, да, не вопрос. Это вот у нас такая затравка уже и для моих, и для твоих подписчиков, что мы будем делать совместные интересные видео, которые будут по-английскому пригождаться людям. И да, это будет в свободном доступе. Да, ну, скажем так, что тогда мы сделаем так. У нас будет презентация и будет более, как бы сказать, более подробно. И я могу переходить ко второму вопросу, правильно? Да, да, да. Это такое для Виталика больше. Это темы, о ней можно часами говорить и истории рассказывать. Это самое важное. Вот и перехожу ко второму. Конечно, второе, по моему мнению, это финансовые финансы. То есть, да, на иммиграцию, на получение рабочей визы, студенческой визы, допустим, иммигранты, которые приезжают сюда по иммиграционным программам. То есть, они приезжают и сразу получают первенитрезидент. Ну, тоже, я скажу, что все это упирается в определенный бюджет. Я сейчас касаться не буду всех подробных пунктов. Может быть, мы потом будем углубляться. Ну, финансов, ну, это сумма приличная. Я даже сейчас не хочу озвучивать, потому что это не главная тема ролика. Но финансово надо быть готовым. Билет, он стоит денег. Консультант стоит денег. Потом, например, иммиграционная служба. Вот я не могу точную сумму назвать, потому что я ее не помню. Но это легко можно уточнить у иммиграционного консультанта. Какая сумма на данный момент. Каждый человек, семья, например, иммигрирует в анкетах. Ну, то есть, к документам прикладывается информация о финансовом состоянии. Сколько есть денег на данный момент на одного члена семьи. То есть, показывается сумма денег, которую человек везет с собой. Это я говорю про иммигрантов, которые едут. То же самое показывает студент. То же самое, только разные суммы. То же самое показывает свой банковский счет. Это документ. Сколько там денег лежит. Вот. Что человек в состоянии жить первое время, если у него какие-то проблемы. Ну, даже со здоровьем. Вот. Поэтому финансово надо быть готовым. Потому что, ну, без денег это невозможно осуществить этот проект. Однозначно. И, ну, плавно. То есть, финансово понятно. И плавно, вот, по моему мнению, это третьим является самым важным пунктом. Это юридическая сторона. То же самое. Часами можно об этом говорить. Потому что, ну, в интернете можно часами находить вопросы. Там проблемы, с которыми столкнулись люди и так далее, и так далее. Я сторонник, и раньше я говорил в своих видео, я сторонник работы с иммиграционным, которого лицензия на разрешение работать в этой сфере. И также скажу, хочу быть объективным. Да, много случаев. Ребята приехали сами, эмигрировали сами. Довольно часто есть. Но это тоже, опять же, процентов может быть 20. Один, ну, двое человек из десяти, может, так и приехали. Вот. Есть, конечно, случаи. Да, сами проходят. Или на каком-то этапе берут консультации платные. То есть, им отвечают на их вопросы. Что это дает? Просто ускоряет время. Есть у человека, нормально, с уровнем его IQ. Есть английский. Он открывает государственные сайты иммиграционные Канады. Он один. Сейчас я аббревиатуру не скажу, но потом мы уточним дальше. Вот. И человек заходит, он все понимает. Он смотрит анкеты, вопросы. Ничего, справится в кучу. Человек может это осуществить сам. Я это всегда говорил. Но, например, слушая интервью, там, другие ребята вот рассказывали. Он там сам прошел какое-то время. Он говорит, да, я потратил там 4 года, 5 лет на подготовку. Все это можно было сделать за год. Потому что эти знания, все упирается в знания. И я считаю, что для ускорения процесса, например, если компания ждет человека, никто не будет ждать его 2 года. Или там даже год. Он должен быть готов. Поэтому компания то же самое, когда оформляет ЛМАЭ, то есть разрешение пригласить иностранного рабочего. Каждая компания нуждается в таком разрешении. Без него они не могут взять иностранного рабочего к себе. Вот. Когда они получат, они в большинстве случаев нанимают иммиграционного консультанта. Практически всегда. То есть кто-то занимается как это, ну там, юридической стороной. То есть все общается с иммиграцией, убирает недостатки, которые в анкетах были. То есть самая иммиграционная служба не мешает в этом вопросе, только помогает. Когда человек задает вопросы, они помогают им выйти из сложных ситуаций. То есть как бы я считаю, что да, можно делать все самому при наличии английского и так далее, и так далее. Но я пользовался, мои друзья пользовались услугами иммиграционных консультантов. То есть нанимали, у меня их было несколько, иногда я брал просто опойтменты. То есть назначал встречу, приходил, задавал вопросы, получал ответы и практически всегда нифига не понимал. Поэтому, например, все вопросы, которые решаются, и своему работодателю, я говорю, например, представляю интересы моих близких друзей, да, там прихожу, говорю, но он при этом, да, да, мы порешали вопросы, а потом его юридическую сторону делает его консультант. То есть он ему помогает, чтобы все это было как бы правильно, со стороны закона. То есть я точно так же своим ребятам рекомендую пользоваться этим услугами иммиграционных. По крайней мере, какие-то сложные вопросы однозначно нужно решать, чтобы не делать ошибок. Каждая ошибка, это потом потерянные месяцы, а то и годы. Каждая ошибка, это потеря денег. То есть, а у меня в моем опыте как раз было этого предостаточно. У меня была куча ошибок, у меня была куча, короче, потерянного времени. Ну, ничего, я своей цели достиг, хотя я, ну, как сказать, ошибки были не по моей вине и не по вине консультантов. То есть все получалось просто, когда я приехал, был в кризисе, у работодателя не было работы. То есть я, ЛМА было, все было, работы не было. Хоть бери и уезжай домой. То есть я вместо того, чтобы сидеть, ждать, я взял, прилетел в Канаду, допустим. То есть, тоже ошибка, мой миграционный консультант говорил мне этого не делать. А у меня, ну, мне было как бы, прошел год, у меня лежит на руках виза рабочая. Я сижу дома в Севастополе и не знаю, что делать. Я, ну, сел на самолет и прилетел. И как, ну, повезло, возможно. Я не послушался своего миграционного консультата. Пожал свой плод. То есть я за то, что у кого IQ позволяет, делайте сами. У кого, как говорится, есть куча вопросов, задавайте их специалистам. Ну что, юридической стороны, я думаю, можно закончить, потому что это тоже тема бесконечная. И подвожу, как бы, итог мною сказанного. Первое, я считаю, английский, ребята, так, что все, кто сейчас смотрит наше интервью, ребята, не просто не тормозите. Это надо делать, не откладывать на завтра. Нужно сегодня. Вот. И финансы, к этому нужно готовиться, опять же, чтобы быть платежеспособным. Потому что, ну, например, большинство людей просто одалживают деньги, потом приезжают, работают, отдают. То есть без финансов этот вопрос не решается. Юридическая сторона, мое мнение, вы считаете, как у вас каждого может быть свое мнение, я считаю, что 80-90% успеха зависит от иммиграционного консультанта. То есть специалиста по иммиграционным вопросам. Обязательно с лицензией. Ну, ребята, я закончил. Если есть какие-то вопросы, мы дополним наше интервью. Да, я бы хотел добавить в тему третьего порта. У меня есть негативный опыт, когда мы оформляли рабочую визу в Австралию, и было все классно, и работодатель был очень платежеспособный, и все было правильно сделано. Но мы делали это сами, и теперь у меня в загранпаспорте стоит отказ во въезде в Австралию. Наверное, он уже истек срок годности, да? Возможно, у меня есть возможность. Но свой отказ я получил в 19 лет, потому что было неправильно подано в анкете должность. То есть там что-то связано было с возрастом, заявленная профессия. То есть для этого достаточно было один раз у иммиграционного консультанта спросить, как это сделать, и я бы уже был в Австралии. И поэтому юридический вопрос самим можно делать, только цена ошибок будет очень дорогая. Хотите сюрприз? Ну давайте, я вот сейчас ребятам говорю, кто меня смотрит, кому-то я уже говорил. Я вам скажу, что сколько стоит ошибка, цена ошибки. Вот можно приехать, не потратив деньги вообще лишние, ни в сторону, ни копейки. А можно заплатить так, как мы с супругой заплатили. Ну это не секрет, но это просто говорит, ну не знаю, но были трудности, тут никто не виноват, не было виновата. Просто так совпал случай. Например, мы заплатили 35 американцев, чтобы перешагнуть Канаду. Да, выбрали в долг, потом отдавали, но это тоже отдаешь, берешь чужие, отдаешь свои. Отдавалось очень тяжело. То есть мы занимались так, что, ну спасибо друзьям, да, выручили. Поэтому я говорю, ошибки стоят дорого, очень дорого. Ну такое, как у меня, наверное, уже у кого-то повторится. Хотя я встречал людей, которые, ну я им говорил, а у них они не удивлялись. Они говорили, ну у меня больше. Важно понимать, что для того, чтобы достичь успеха, нужно иметь, как сказать, ну не игнорировать, допустим, там, как я сказал, главные пункты. Ну нельзя игнорировать английский. Ну финансово надо быть готовым и, например, игнорировать людей, которые получили образование, которые сдали экзамены по английскому, имеют лицензии, то есть прошли сложный путь. Они нужны, да, без них сложно. Не было бы их, ну я бы, например, не приехал сам, сто процентов. Ну я на этом закончил. Думаю, что мы хороший сделали такой концентрированный информационный контент, поэтому больше, в принципе, и не нужно для этого ролика. Ну на этом все. Ребята, все, кто нас смотрит, пока, до скорой встречи. Еще удачи. Удачи всем, крепкого здоровья. Всем пока. Пока. Все, до встречи, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok